Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем наш четвертый урок в понедельной главе Торы Эмор. И сегодня мы поговорим о заповеди принесения мира. Эта заповедь предотвращает катастрофы. Она дает нам возможность получить прекрасный урожай. Это очень важная заповедь. Мы возносим очень маленькое количество урожая, так как говорит Всевышний, и за это получаем огромный урожай. Второй день праздника Мацот, это 16-е Нисана, в ночь с 15 до 16 Нисана Всевышний сказал выполнить эту заповедь. Интересно то, что даже если это суббота, мы срезаем все равно Амер и выполняем все действия. Значит, срезать надо, по мнению наших мудрецов, 7,3 килограмма ячменя, колосьев. Из этого мы получаем 2,27 килограмма муки ячменной. Берем эту муку, смешиваем с маслом и с благовониями, и в храме приносится этот Амер в жертву. То есть, часть этой смеси сжигается с солью и к этой жертве мы сжигаем еще ягненка, Аллах, во всесожжение. Это очень большой праздник. Перед тем, как совершать праздник, накануне праздника в Песах мудрецы приходят в поле и связывают колосья. И чтобы потом было легче эту заповедь ночью выполнить. Эта ночь же с 15 штатства Ниссана пришли мудрецы, срезали колосья и приносим эти колосья в храм. Там выполняем все приношения. Что там очень важно, что это очень большой праздник, большой шум идет. спрашивают вопросы мудрецы по три раза. И мы три раза должны отвечать. Зашло солнце три раза. Потом спрашивают, сжать ли мне тоже три раза. Спрашивают, мы говорим, да. И сложить мне в корзину этот ячмень. Мы говорим, да. Самое интересное, что шаббат такие действия запрещены. Мало того, что шаббат, это и праздник Песах, и праздник праздник Мацы. И нельзя не сеять, не жать ничего, нельзя убирать, и такое делать нельзя. Но здесь Вышний предписал это сделать. И мы это выполняем. И даже если это год шмиты, когда нельзя не сеять и нельзя убирать, то мы засеиваем все равно участок поля специально для того, чтобы выполнить эту заповедь. Такой интересный ответ я получил от очень серьезного раввина, когда спрашивал, как же будет год шмиты? Он говорит, нет, а предписание Торы, значит, для этого специально засеиваем. Вот так. И эта заповедь красивая, берет корзину, где находится это тесто, и взмахивает четыре раза все стороны света. В общем, это очень большая заповедь. И отсчитываем мы от этого дня семь недель, и это сорок девять дней, и они должны быть полными. Сегодня у нас двадцать седьмой день Амера, мы говорим, что сегодня три недели и шесть дней после пресения Амера, и так дальше. Вот так. Всем все самого наилучшего. Шаббат шалом. Ставьте лайки, пишите комментарии свои. Урок был дан запонят души моего папы Яков бен Ахум, мою дядю Владир бен Григорий, мой брат Павел бен Эфим, Хаймал бен бен Йосин, Мира бен Аврагам, Роза бен Михаэль, Павити Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бен 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 Гань Бат Сара Шаббат Шалом